Девушки отдыхают 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 И причина не в этом. Проводить тебя до машины? Если не возражаешь, я бы хотела остаться. Мне здесь нравится. Хорошо, оставайся, но не забудь, когда будешь уходить, погасить свечи. Ладно? Слушаюсь, капитан. Ренфилд. Привет, это Келли Кэппелл. Роберт сейчас занят и попросил передать тебе, что отец отменил сегодняшнюю встречу. Можешь не приходить в офис. Спасибо. Здравствуйте, красавица. Спасибо. Вы Банни, да? Верно, мы... Нет, мы не знакомы, но я видела вас и много про вас слышала. Вот как. Надеюсь, не плохого? Нет, только хорошее. Так с кем же имею честь? Я Саша Шмидт. Саша Шмидт. Здравствуйте. Рад познакомиться. Во-первых, всегда приятно познакомиться с такой красавицей, как вы. Надеюсь, вы не сочтете это комплиментом. Это правда. Именно так я вас и поняла. А что во-вторых? Почему вы рады знакомству? А, вторая причина. Менее важная. Хорошо. Когда появляется новый клиент, в последнее время мой бизнес, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Я думал, что с такой кухней, как у меня, от посетителей не будет отбоя, но я переоценил свои возможности. Это единственный грех, незнакомый мне. Чрезмерная самонадеянность. Итальянцы беззащитны перед ней. Ну, впрочем, это мои заботы. Пожалуйста, простите меня. Я не намерен забивать ваши прелестные ушки своими скучными проблемами. Поверьте, я рада отвлечься от собственных неприятностей. У такой красивой женщины не должно быть неприятностей. На самом деле, не все так безоблачно, как может показаться. Баню, вы знаете, с ночными клубами всегда так. Когда я выступала в Лас-Вегасе... Вегас! Я должен был догадаться, вы именно такая. Спорю, у вас был потрясающий успех. Вы танцевали? Участвовали в шоу? Пела. В клубе вроде вашего. Голова идет кругом. Что-то случилось? Так бывает всегда, стоит забрежить надежде. Я сижу и ною, но в это время... ...возможное решение проблемы само идет ко мне в руки. Разумеется, не в прямом смысле слова. Саша, можно попросить вас об одолжении? Спойте для меня. Сейчас? Зачем откладывать? Есть и пианино, и музыкант, который сыграет все, что вы попросите. Или я слишком самонадеян? Почему нет? Что я теряю? Верно. Пойдемте. Дасти, эта прелестная юная леди хочет спеть нам. Ты заставил меня полюбить. Ты заставил меня любить. Я не хотела это сделать. Я не хотела это сделать. Ты заставил меня любить. Я не хотела это сделать. Ты заставил меня любой слабый. Я не хотела это сделать. Я решала это сделать. Но в моем случае даже со мной. Ты заставил мне в decade. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Знаете, Банни, возможно, это судьба. Меня не волнуют деньги сейчас. Мне гораздо важнее чувствовать, что я нужна. Саша... Мы можем помочь друг другу. Решить наши проблемы. А сейчас я прошу извинить. Я должен отлучиться. Вы прекрасно поете. Благодарю вас, сэр. Очень искренне. Вы пели сердце. Так и нужно петь. Простите меня, Саша. Он не стоит вашей печали. Знаете, Си, мне ненавистны праздники. Когда долго общаешься с женатым мужчиной, ко многому привыкаешь. Энтони все праздники проводил с семьей, я оставалась одна и думала о нем. Сейчас мне хуже, чем всегда. Я не в состоянии понять, чем этот человек заслужил такую привязанность. Чем, кроме денег... Порой я и сама не могу ответить на этот вопрос. Но... Новый год – самое подходящее время, чтобы... начать новую жизнь. Черт. Ренфилл, ты опоздала. Я думал, тебе повезло больше, чем мне, и ты сумела разобраться с этими бумагами. Ты не Ренфилл. Она позвонила вскоре после твоего ухода. Она ничего не сделала. У нее разболелся зуб. Какое досадное совпадение, не так ли? Такое случается. Сам знаешь. А что касается документов? Я разберусь в них сам. Спасибо. Ты уверен? Да, почти уверен. Почти? Совершенно уверен устраивать на все сто. Знаешь, почему ты медлишь и никак не можешь принять решение? Ты не знаешь, чем это обернется для нас с тобой. Я имею в виду Кэпвелл Ойл, разумеется. Я должен был знать, что ты специалист. Всю жизнь мой отец занимался нефтяным бизнесом. Кроме того, я следила за твоими махинациями, когда ты руководил Кэпвелл Энтерпрайзес. Подожди-ка, в то время, когда я оплачивал твою работу в филиале? Да, и я работала. Но нефть у меня в крови. Думаю, ты заслуживаешь вознаграждения. Что скажешь? Заслуживаю. Так что не пора ли нам перейти от слов к делу? Отец появится с минуты на минуту. Давай сначала расставим все точки над «и». Я не предлагаю тебе постоянную работу, лишь временную. Если тебя это устраивает, возможно, мы и договоримся. Как бы там ни было, я кое-что узнала о маркетинге работы у тебя и поделилась с тобой лишь некоторыми идеями. Например, ты владеешь здесь целой сетью отелей. Если ее расширить, то ты можешь получить... Что ты здесь делаешь? Защищаю интересы нашей семьи. Я позабочусь об этом. Ступай. Папа, прошу тебя. Келли, почему бы тебе не заняться счетами багамских банков? Для этого не нужно ехать на багам и компьютер в соседней комнате. Встреча началась очень и очень неудачно. Надеюсь, она завершится более оптимистично. Уверен, повестка дня вам известна. Я готов продать вам Кэпл-Антрепрайзис, если вы заинтересованы в этом. Сколько? Сколько я сам заплатил за нее. Она столько не стоит. Как хотите, не сомневаясь, что стоит выставить ее на продажу, цена подскочит. Черт бы тебя побрал. Ты прекрасно знаешь, что я не буду торговаться. Она нужна мне. А вы с Тоннеллом едва не уничтожили некоторые филиалы. Кэпл-Ойл... Келли уже объяснила мне ситуацию и предложила блестящее решение. Знаете, она прекрасно разбирается в бизнесе, если вы не заметите. И за это ты готов испортить ей жизнь. Что тебе нужно, Барр? Не уверяй меня, что тебе небезразлична ее судьба. Я не собирался этого делать. Ты используешь ее, чтобы добраться до Идена, чтобы заставить Идена ревновать. Слушайте, на вашем месте я воздержался бы от нападок до тех пор, пока не вернете себе компанию. Это угроза? Нет, всего лишь пожелание. К тому же, мое терпение не безграничено. У меня есть предложение. Как ты относишься к тому, чтобы навсегда исчезнуть? Из компании и из жизни нашей семьи. Что скажешь? Вы уже должны были привыкнуть ко мне, Сиси, как к одному из ближайших родственников. Тебя отвергла Иден, и ты решил заняться Келли. Я прав? Иден сказала вам, что я ей не нужен? Боже мой, ты все еще пытаешься разрушить ее семью. Если не ошибаюсь, это сделал ее муж. Он оставил ее. Какой же ты подонок. Почему ты не можешь забыть ее? Оставь Иден в покое. Исчезни из ее жизни. Живи сам по себе так, как хочешь. Роберт, адвокат Тоннелла принес какие-то бумаги и хочет срочно видеть тебя. Спасибо. Прошу прощения, Сиси. Я думала, что увижу улыбку на твоем лице. Ты же вернул компанию. Мне не нужна эта чертова компания в обмен на дочь. Папа, это совсем не так. Ты тут ни при чем. Если я захочу быть с Робертом, то буду с ним. Боюсь, моя дорогая, ты здесь ни при чем. Ему нужна не ты. Мне очень жаль. Ты ни в чем не виноват. Во всем виновата лишь я. Может, ты перестанешь перечитать? Я не жертва. Я окружной прокурор, скрывший преступление. И при этом я спасал не только тебя, но и свою шкуру. Ты бы сделал то же самое, даже если бы речь не шла о твоей карьере. Теперь мы этого не узнаем, не так ли? Итан, я должна кое в чем тебе признаться. Правда? И в чем же? Я... Я не смогла просто сидеть дома и ждать. Я тоже пошла в клуб. Ты? Тебе наплевать на мои просьбы, не так ли? Я вел тебя идти домой, чтобы не подвергать себя опасности. Почему ты ослушалась? Ты ведь тоже вернулся обратно? Как бы там ни было, я кое-что увидела. Что? Джину. Она вошла из парка в заднюю комнату. А потом вдруг появился Брэндон с видеокамеры и снял нас во время разговора. Джина ужасно разозлилась, когда поняла, что камера включена. Ты видела у нее в руках сумку? Нет, но она могла положить деньги к себе в кошелек, а сумку выбросить. Глупости. Если именно Джина шантажировала тебя, зачем ей возвращаться? Она бы так и ушла из клуба по аллее. Не могу поверить, ты снова пытаешься оправдать ее. Она была в том самом месте в назначенное время, где должна была состояться передача денег. Тебе это ни о чем не говорит. Подожди, ты находишь это странно? Она постоянно бывает здесь. Хозяин клуба, один из ее ближайших друзей, и в ее появлении нет ничего необычного. Ты знаешь, что без доказательств никого нельзя назвать преступником. О чем ты говоришь? Или она так вскружила тебе голову, что ты готов отрицать очевидное? Мэк, привет. 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 Надеюсь, я вам не помешал? Я проезжал мимо и решил узнать, как Лаура. Почему бы тебя не спросить об этом у нее? Привет, Мэк. Я ухожу. Пока. 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 Я рада, что ты здесь. Сейчас мне очень нужна помощь, друга. Мне кажется, ты счастлив лишь тогда, когда у тебя есть повод для волнений. Я знаю, это лишь подозрение, но у него такое лицо, словно он что-то скрывает. Такое случалось и раньше, слишком неестественно. Он себя ведет. Я в это не верю. Саша не в его вкусе. Ему всегда нравились необыкновенные женщины. Такие, как ты. Спасибо. Лишь это и утешает. Кто знает, что именно нужно было Мэйсону в этой пустыне? Но он обожает тебя, это очевидно. Хотя я долго отказывалась это признать. Вопрос в том, как далеко ты готова зайти в расследование. Лайонелл обманывал меня, но я любила его и знала, что кроме меня ему никто не нужен. Вряд ли я способна на такое. Знать, что ему нужна лишь я и спокойно относиться к тому, что он спит с другими? Кто говорит, что это хорошо? И я не хотела потерять Лайонела. Мужчина любит тебя и хочет прожить с тобой всю жизнь. Сначала тебе нужно решить, чего ты в конце концов хочешь добиться, а уж потом принимать решение. Не хочешь открыть его? Нет, я хочу вернуть его. Зачем ты послала мне его домой? А куда мне нужно было послать его? Тебе в офис? Ты же работаешь с Джулией. Ты вообще не должна была посылать это. Ты обещала, что уедешь. Благими намерениями. Саша, все кончено. Не совсем. Я не люблю тебя. Ты постоянно повторяешь это. А между тем рисковал ради меня жизнью, спасая от Энтони. А мог бы оставаться дома со своей женой и маленькой дочерью. Это не любовь. Я чувствовал ответственность за тебя. Вызывай это как угодно. Но ты продолжаешь вести себя так, чтобы я любила тебя, Мэйсон. Ты сам во всем виноват. Я провела Рождество в Палм-Спринг в том самом доме и не могла думать ни о чем, кроме нас. Я ничего не могу поделать. Это единственное, что у меня осталось. Если ты действительно так любишь меня, как тебе кажется, перестань огорчать меня. Я стараюсь изо всех сил. Я даже подлизывалась к твоему отцу, чтобы сблизиться с тобой. Мэйсон, я хочу, чтобы ты был счастлив. Чтобы мы были счастливы вместе. Я этого не хочу. Ты не слышишь ни одного моего слова, только то, что хочешь услышать. Я слушала тебя в Палм-Спрингс. Я никогда не говорил, что люблю тебя. Ты знал, что это не нужно. Послушай меня. Даже если бы не было Джулии, я и тогда не связал бы свою жизнь с тобой. Я мог бы спать с тобой, потому что ты красивая женщина. Но жить с тобой я не мог бы. Я никогда не женился бы на тебе и никогда не обещал этого. Ты помнишь лишь то, что хочешь помнить, Мэйсон. Лучше открой подарок. Нет. Это освежит твою память. Саша, прекрати. Саша, прекрати. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Брэндон, иди наверх и ложись спать. Я скоро приду к тебе. Когда ты со мной, мне не хочется отпускать тебя. Мне тоже. Трудно быть рядом с тобой. Мне кажется, хоть мы и пытаемся. Вести себя правильно. На сердце у каждого так тяжело. Я все время говорю тебе, что не разбивала твою семью. Ты не виновата. Все началось тогда, когда я узнал прошлое Лауры. Трудно не думать о том, что если бы не я, вы бы преодолели это. Нет, нет, нет. Мы пытались, но ничего не вышло. Ты знаешь, в чем проблема? Хэт Лаура и моя соперница. Когда-то она была моей подругой. И в глубине души я сочувствую ей. Поэтому понимаю, каково тебе. Она зависит от тебя. Да. Мне кажется, я должен пройти через это. Вместе с ней. И все. И я буду свободен. Есть еще кое-что. Да? Ты самый удивительный мужчина на свете. О, Господи. Сейчас я так не считаю. Но одно... Я знаю твердо, когда все это останется в прошлом, я не буду вести двойную жизнь. Я уйду от Лауры. Итан... Нет, я... Это будет не через много лет. Пусть... Пусть все закончится, и тогда... Мы будем вместе. Скажи... Ты веришь мне? Да. Я буду ждать. Мне не следовало говорить тебе это. Прости. Ерунда. Я уже забыла. Пожалуй, тебе пора. Да. Я провожу тебя. Хорошо. Ужасно. Я думала, это съедобно. Так и было. Мне в голову пришла одна мысль. Какая? Что было бы, не поспей обед вовремя. Он бы остыл. О, это испытание для нашей любви. А по мне, это только для трусиков горошек. Ты ничего не слышишь? Нет. А если это миссис Коб? О, господи. Алло. Это твоя освоященница. Это твоя освоященница. Нам нужно поговорить. Не могу представить. Не могу представить, что у тебя за срочность. Вспомни Палм-Спрингс. В последнее время Джулия проявляет к этому городу повышенный интерес. Ты не сказал ничего такого, чего бы я не знал. Возможно, но у меня здесь есть нечто такое, чего ты раньше никогда не видел. Несколько потрясающих фотографий из Палм-Спрингс. Я в логове. Мне кажется, тебе стоит приехать как можно быстрее, хорошо? Ладно. Кто звонил? Мой отец. Я ему срочно нужен, но он вне себя из-за сделки с Робертом Баррэм. Ему кажется, что все идет не так. И он боится, что сделка сойдется. Я пытался успокоить его, но лучше поехать и объяснить ему еще раз, как на законных основаниях разделить компанию. Я скоро вернусь. Впрочем, это я уже говорил. Пожалуйста, не вздумай снова куда-нибудь ищи. Постараюсь не исчезать. Пока. Черт! Келли! Сколько это будет повторяться? А сколько тебе понадобится времени, чтобы понять, что я говорю о партнерстве серьезно? Сейчас я заберу тебя. Вряд ли. Ключи у меня. Так что тебе придется либо сидеть и слушать меня, либо попытаться отобрать ключи силой. Автор сценария Бриджит Добсон, Жаром Добсон. Режиссер Майкл Глеона. Сериал «Санта-Барбара» подготовлен к показу российской государственной телекомпании «Русское видео» на технической базе киностудии «Ленфильм». Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова